здравствуйте дамы и господа сегодня мы продолжим третий урок по созданию иконки льва что продолжение но мы вот эту здесь как продолжался на информации да я тут сделал ее прозрачность прозрачность в общем вы настройках вот здесь да на видос окно здесь есть настройки ну тут конечно если на русском у вас да тут в принципе можно и как говорится с русским тут в основном же я работаю на горячих клавишах и поэтому вам показываю что если у вас даже есть английский на английском языке то в принципе здесь вы ничего он уже как бы настроен для того чтобы можно было что то делать да но есть линейка конечно здесь да линейку можно у вас от линейки можно вытягивать от линейки можно вы вытягивать линию и ставить на уровне чтобы вам точно уже делать как бы ну равномерно равно чтобы вы не можете так вот допустим как вот я допустим могу да а у вас если затруднения что в этом как бы но в расстоянии да между между расстояниями видеть да на какой вот видите я рисовал а вот с отклонением сколько вот получается да получается что вот можно просто набросок нарисовал а уже когда начал делать равные по части да то получается что получается какие то отклонения поэтому вы потом сами можете себя проверить насколько там расстояние да между этими объектами неправильно сделали что но тут конечно сориентироваться надо так точку сюда выдвинуть вот увеличивайте старайтесь увеличивать больше да на control плюс увеличивайте смотрите сразу видно ошибки какие есть у вас пожалуйста с этого же расстояния не было видно а тут пожалуйста вот видно вам можете уже ориентироваться что вот тут то тут то надо вот у вас где ошибка правильно тут ошибка есть тут можешь смягчить как сделать да поэтому поэтому так установились так вот тут еще смягчать на можно вот так вот да тут раз стукнули здесь раз здесь так она как бы выравнивать некоторых выравниваться поэтому вот эти дуги надо как бы так вот раз ее да потом щелкнул она вот это бы пожалуйста закруглилась так что здесь можно так вот как бы автоматическом нет вернулись обратно здесь надо поставить так вот так вот так вот чтобы как бы равномерно, чтобы искажения не было, делайте равномерные точки и все точки записываются здесь, я говорю как она здесь у нас, вот она сначала открывается на этом, здесь галочка стоит, вы перещелкиваете вот сюда на объект и у вас появляется вот такое окно и здесь в окно у вас все написано какие, сколько там у вас точек этих, тут у вас сейчас 310 точек, да, 43 детали объектов и ноль ошибок, опа, если у вас где-то разрыв получается, то здесь постоянно ошибка появляется, ну поехали дальше, да, что дальше, дальше что делаем, нажимаем на control, плюс увеличиваем, ну какой вам нужен размер, и начинаем делать, что морщины, да, морщины, тут еще как бы для зрачка, давайте нажимаем карандашик и начинаем рисовать, допустим, вот так, вот не бойтесь, там, ну вы не бойтесь, вам это можно удалить в любое время, да, это, вот, какую-то ошибку вы сделали, да, пожалуйста, и так, ну, взяли пипетку, щелкнули здесь, да, взяли ее немного, потемнее сделали, так, утопили, control, control, левая скоба, левая скоба, нажимаете, щелк, это бьете так пальчиком, и если на слишком большую, то можете нажать давить ее, а вот видите, она стала уже туда уходить, топиться, поднимаете вверх, другой, пальчиком подщелкали, подогнали, так что, ну, сориентируйтесь, пусть потихоньку, помаленьку, конечно, так, это можно вернуть, чтобы цветность, ну, ладно, еще морщинки, давайте тогда, морщинки, морщинку сыграем на морщинках, карандашик берем, начинаем рисовать морщинки, у вас, как говорится, у вас же, ну, тут, можно сказать, тут же, как идет, тут, нажимаем на alt, ну, маленькие искажения, конечно, появилось, ну, вот так, мы немного подправим тут, немного подправим, на это много времени уходит, я, конечно, мог бы вам показать сейчас готовую, там, какую-нибудь заготовочку бы, конечно, но вы бы не поняли сам принцип вот этого всего, да, обозначение, как можно будет более правильно сделать, потому что нюансов много из таких разных, вот эта морщинка, да, ее тоже можно покрасить, щелкнули здесь, покрасили ее немного, темнее сделали, перекрасили, все, а теперь что, теперь давайте это вернем, цвета на 100%, нажимаем 100, CS5 и CS6 разница, у этих там, как бы, шкала такая была, а тут сейчас, видите, другая шкала, тут надо щелкать, на эти, где неудобно, получается, деталь, деталь, короче, такая, интересная, что-то, неподходящая, так, ну, что дальше, берем, копируем, да, Ctrl-C, Ctrl-F, скопировали, нажимаем, здесь находим, вот такое, вот, как бы, зеркальное, наверное, отражение, щелкаем на серединке, и теперь переводим сюда, в следующий класс, так, все, немножко, немножко стрелочками поиграли, подбили там, выровняли, посмотрели на этот, как вы приходите на эту, ну, и подогнали, как вам нужно, теперь что, дальше поехали, теперь вам нужно, ну, сделать, наверное, еще морщинку, еще морщинку, такую же, берете Alt, нажимаете, оттягиваете, ну, ее можете покрасить, какой-нибудь еще цвет, да, берете, он туда внизу, будет, наверное, вот в этот цвет, да, вот так вот, пускай будет, пока, потом еще присмотримся, потом, что еще, какие можно, вот, простой какой-то, вот, что, ну, вы льва возьмите, вот, льва посмотрите, да, допустим, какие у него могут быть, да, там, там, допустим, какие-то нюансы, да, какие-то нюансы можно посмотреть, вот, извиняюсь, так, сюда я утопим, пока, сюда утопим, так, так, теперь, что у нас тут, чего-то надо будет сделать нам, ну, блик еще надо будет нам сделать, ну, блик возьмем, просто, кругляшок, вот, раз, кругляшок, сделали кругляшок, его отредактировали по носу, как он, изгиб какой носа, да, так, по изгибу сделали, по изгибу сделали, так, немного уменьшить можно, тогда, так, можно это поиграть, вот так, вот, да, вот, немножко можно так вот, раз, и, каким цветом, ну, светленьким, конечно, цветом цвета, можно чуть-чуть, сбавить, так, вот, теперь сделаем на дальнее расстояние, посмотрим, так, так, приблизим, посмотрим, ну, что, начинается, что-то получаться, потихоньку, помаленьку, изгибы, тут мелочь, тут всякую, которую, там, это, можно чуть-чуть и зуд, маленько, немного, изогнуть, берете, сюда, редактор щелкать, и стрелочками начинаете двигать, тут стрелочками тоже подыграли, тут стрелочками подыграли, так, тут стрелочками подыграли, вот, пожалуйста, можете, знаете, вот я говорил насчет карандаша, вот, карандаш, да, можете пробовать этим карандашом, он выравнивает, то есть он как бы но он удаляет лишней точке конечно но сами смотрите вот точку еще перышком добавим его как бы можно туда вверх подыграть можно так сделать так можно вот сюда еще одна перышко точку здесь сюда еще можно . чтобы поострее как бы маленькой сделать так ну вот хотя бы тогда этот удаляем а этот копируем control c control f сюда заходим ставим посередине стараемся серединочку попасть попс и сюда перегоняем зубик маленечко его отодвигаем стрелочками стрелочки четыре стрелочки как жестик пожалуйста регулируйте как хотите на любое расстояние так но здесь еще можно морщину одну добавить да там допустим или же подождите можно еще какой простой можно эффект да вот вот смотрите да вот вот чуть-чуть и уже немного другое это же у вас как было такое нахмурившийся до зверь то есть у него брови нахмуривается он агрессивный оскал зубов так мы сюда я переделаем так ставим обозначим control c control f нажимаем на сюда перегоняем стараемся серединку ставить серединку можно я как говорил можно линейкой линейку здесь windows найдете и линейку щелкнуть и а от линейки можно тянуть линии просто от линейки тянете такая полоса и по полосе делаете равномерно чтобы было у вас видно что как ну там на какие отклонения я стараюсь конечно так на глаз между ними как бы ловить но как говорится это время время на все уходит чтобы так делать нужно потратить время так редактором немного делаем меньше редактором немного делаем меньше так можно чуть-чуть так немножко за усики потянуть вот так вот да это тоже так же за усики ну что теперь давайте теперь это дальше морщины конечно вы смотрите на фотографию его до взяли фотографию его по фотографии смотрите морщинка да у у него какая нить извилина этой морщинки взяли эту извилинку нарисовали карандашом вот допустим так вот взяли нарисовали а это у нас я же на этом и вот смотрите еще раз я хочу показать вот сразу вам показывал допустим я нарисовал объекта и взял его допустим я вот закрасил его в такой цвет допустим да и взял я его допустим вот захотел мне его располовинить ножом сейчас вот резинка где ножик ножик хорошие вот берете делите все пожалуйста разделили только но там ровняли это удалили эту вам часть надо вы смотрите какая тут много сколько точек как убрать точек пожалуйста вот этот карандаш и где служит для этого дела берете так опс и у вас этих точек нету у вас точки уменьшишься вот для чего этот карандаш я как говорил там помощь и на первом уроке что покажу вам но сейчас думаю показать сразу чтобы вы поняли что вот ножом когда вы допустим что-то под срезали и потом это я это удалю это не надо но в общем вы поняли вот где точек много там допустим он еще и разглаживать тому же он этот карандаш да он такое интересного можно он еще и разглаживает вот так вот бьете 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 и он постепенно разглаживает он даже но он умный карандаш такой он выравнивает и концы и эти выравнивает ну тут можно вручную конечно и да но в общем вот для чего это он служит карандаш ну ладно я тут наживайте делету убираете смотрите на нуле все нормально иногда когда у вас на рядах перестоит и вы удаляете то у вас его может здесь появится ошибка потому что он когда на редакторе устарайтесь когда вы удаляете но указатель часть бьете и от нее играете так ну поехали гриву теперь давайте гриву рисовать так так соединяете альтом обратно я не то взял этого извиняюсь надо было это переключиться на первый карандаш так вот 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 раз соединяем это мы красим какой-нибудь такой поярчий свет ну потемнем так топим вниз топили его так теперь маленечко тянули сюда как сделали мари так вот ну вы конечно не так делать его немного может по-другому чуть сделать так вот я показываю вот эти линии так вот здесь допустим не хватает точки до . сюда оттянуть так но приблизительно допустим вот это да так отпускаем следующее что следующее ну я я тут знаете я не буду сейчас это заморачиваться я по выделаете вот делать я сейчас ключи покажу вот так вот хотя бы да вот так вот что было примерно но так вот так делать делайте сами старайтесь вот дальше поехали я приблизительно сделал так карандашом вот это разделяете на две половины чтобы вам это долго не маять потому что может как говорится так вот делаете делаете но старайтесь конечно если у вас планшетик то конечно это хорошо я делаю мышкой так не отпускаете делаете 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 соединяете нажимаете на альт соединили ну и закрасили конечно закрасили вниз на нуле все взяли утопили нажали на левую control левая скоба опустили вниз так теперь берете берете это выделяете ее нажимаете control c control f и ставите ее примерно здесь сюда и копируете так скопировали оттянули вот так вот все но тут посмотрели чтобы конечно пойматься там какие-то там раздвоение каких-то там лишний так чтобы но я вам говорю я не буду сейчас я но я вам показал тут как тур я делал да вот примерно чтобы сориентироваться да дальше поехали можно что сделать это можно так это можно соединить вам как соединить выделяете обе детали заходите вот сюда в это окошечко и вот это называется это объединяется ops и у вас одна целая детальку можно как сделать эту допустим вам не вам не понравилась тут деталька вы раз ну думаете что делать берете карандашик берете карандашик раз добавили детальку alt взяли ее покрасили взяли покрасили следующую детальку взяли захотели еще одну сделать нажали на control c control f потом нажали нажали на зеркальное и пожалуйста но я так приблизительно да и чё теперь взяли эту детальку объединили эту детальку все объединили и обратно нажали и объединили у вас это поднялась вверх вниз control скоба левая нажмете просто держите и она сама вниз туда уходит все угнали вы ее туда пожалуйста вот игриво вам получилось но я вам показал вот приблизительно я вот так приблизительно подработал немного вот такая будет иконка без градиентов или переходов там плавных этих переход в одноцветие все идет но приблизительно я вам показал вот мы делаем с вами тоже самое сейчас то есть я вам показал сам тоже чего можно добиться потихонечку помаленечку дальше что делаем дальше делаем вот это как говорится морщины до морщинки тоже перещелкивайте обозначение хотя бы на глаз просто причем и делайте морщинки морщинки делайте раз так старайтесь чтобы они у вас были ровненькие так и красить их пожалуйста так вот как здесь у вас вот здесь по-другому немного она конечно видно как вот изгибы видите вон как можно сделать ну потом я переключу это я сейчас показываю вам как может быть так но лучше мне кажется если агрессия она должна быть похожа на агрессию это как бы ну давайте посмотрим еще один альт нажимаем еще одно делаем это нос берем control z возвращает назад шаг делать назад control z нажимаете когда так это можете уменьшать уменьшать взять и уменьшить потом раз так развернуть и развернуть так это можно тоже развернуть но играючи как бы так делаете да это разворачиваете тоже тоже можно так делать но почему бы и нет там так здесь по чуть-чуть по другому сделаем ничего страшного картинки смотрите картинку оскала найдете и по картинке оскала можете делать все что захотите это так изменяйте делайте как хотите не как говорится не бойтесь делать делайте и все переделали обратно так вот вот пожалуйста вот так можно сделать да взяли это все выделили так нажали на первое обозначение так так потом control c control f нажали нажали на зеркало точку делали зеркало руками с удовольствием то есть дальше поехали цвет ищем цвет подыскиваем где темнее, где светлее играйте красками не бойтесь, это все можно изменить ничего страшного нет, нажали не так переделали, что хорошо в этой программе, что можно менять это все еще показывать, да, вот допустим вы сделали так, да держите потянули еще одну заготовочку, так хорошо, берете, заходите ножик, ножик нажимаете ножик, где резинка у вас где вот резинка она всегда а вот этот ножичек, кнайф да, ножик, так берете, и это можете вот так раз, плавненько опс опускаете, так теперь что у вас, две детали эту деталь можете оставить берете на это, нажимаете эту деталь можете сюда ее вниз перебросить эту деталь можете так, ее что, смотрите сколько точек у вас зачем они вам нужны эти точки берете на карандашик и их убираете они удаляются у вас уже мало точек вот только вот здесь точки появляются это хорошее вот карандашик такой помогает убрать лишнее так что такое грибку маленько потемнее сделали что-то тут конечно немножко перебор получился наверное так вот так вот можно всяко разное делать по другому немного чуть чуть потемнее сделал так вот темнее можно еще темнее сделать еще потемнее сделать так можно потому что вниз можно как бы тень выдает вот пожалуйста еще сохраняемся не забывайте сохраняться извиняюсь я забыл сказать сохраняйтесь 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 четверочку делаем я допустим продолжить сохранился так окей все сохранился это в основном сохранение идет из-за рисунка рисунок уберете уже не будет такое сохранение но смотрите я вот такое сделал можете так агрессия конечно такие изгибы проще как бы было да здесь он как бы как усы получились но давайте продолжим дальше я не буду заморачиваться на это вот пожалуйста вот стилизация можно эту картинку можно кому то понравится правильно всяко рано можно делать как захочется ваше ваше желание что здесь карандаш еще карандашик нажимаем первый рисуем со мной с рисуем ставим здесь alt так красим красим какой цвет красим можно такой цвет покрасить может чуть посветле сделать так вот да и топим его вниз нажимаем control скоба влево слева кнопка так и возвращаем обратно в противоположный бьем так начинаем дальше делать сюда можно разглаживать вообще-то но тут она она за ней прячется как бы за морщиной так что бояться то и и нечего ее как бы и не видно так вот морщинку эту так 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 дальше поехали я вам показываю если я ошибки допускаю тут какая-то неточность вы уж меня извините но приблизительно стремится вот такой надо картинке примерно да я сегодня что-то сделал пораньше чтобы времени долго не заморачиваться где-то тут ошибка появилась я не буду ее исправлять я дальше буду рисовать потому что если начну я дальше ошибки исправлять то это займет много времени берете осветление как можно делать вот пожалуйста нажали нажали сюда обозначили обозначили control c control f теперь поднимаем чуть выше чуть выше поднимаем осветляем делаем светлым и это топим control левая скоба все утопили можно даже вот она осветление свыше получилось чуть подняли еще можно осветлить вот пожалуйста осветление сделали так дальше поехали можно было эту вообще-то использовать деталь но хотя здесь вы видите переход ее можно удалить на просто если надо ножом срезать но я вам показал вот как ножом работать да вот но не ножом а карандашом убрать лишний вот этот середине смотришь смотришь он убирает это все вот какая какой карандаш полезный вот ну осталось там вот и сюда еще точку можно добавить для равномерности чтобы у вас и все вот пожалуйста этот карандаш и служит для этого чтобы лишние точки убирать чтобы у вас в ней был загружен он сильно файл он получился рисунком тяжелым так удаляем нажимаем но это из-за картинки zięки прицелись внизу на него это потом картинку уберете очень удалить это картинку когда удалите тогда вы вот эту картинку когда вы удалите где замочек мы поставили то да в принципе я могу сейчас ее удалить даже взять вот так и выделили и корзинку убрали картинку где-то еще сохраняйте чтобы была картинка она потом и сейчас вы смотрите сохранение сделаем на усов сохранимся так сохранимся окей все видите нету ожидания такого чтобы сам сохранил ты за картинки все дальше поехали вот пожалуйста тут еще чё ну дальше дальше блики блики давайте блики делаем воскал будут какие-то же блики там тоже можно карандашом увеличить и побольше сделайте карандашиком раз были каков закруглили alt нажали обратно карандаш не тут по-моему тут карандашом и нарисовать мышкой мышкой конечно надо приноравливаться рисовать так все можно приноравиться во все что угодно так нажимаем на это и только высветляемые светлее делаем все потом можно прозрачность немного перегнать прозрачность регулируется но так вот примерно так вот да сюда выставляем чуть-чуть даже еще можно прозрачность больше это прозрачный все переходим смотрим маленькой регуляторов можно стрелочками стрелочками легче вручная это тяжело здесь такой же блик сделать тут такой же блик сделать карандашом раз так вот тоже раз соединение сделал смотрите ошибка вот ошибка появилась control c z control z возвращает видите 0 значит неправильное соединение было дальше поехали так вот нажали есть ошибок нет щелкаем на эту прозрачный хорошо получилось все нормально берем эту щелкаем кортолл фи контролл ф нажимаем на зеркальность перетаскиваем на противоположную все можно стрелочками добавить можно включить еще уменьшить там допустим раз нажали и стрелочками и стрелка жестиком стрелочками раз 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 я вам показываю полностью но увеличивайте старайтесь увеличивать увеличивать побольше и видно все ошибки которые у вас есть так сейчас мы так это сохранимся сохраняемся на также на сава можно сохраниться сразу сохраняет на ту же на тот же файл так смотрим время но все но друзья но сегодня я заканчиваю урок и ну кто хочу следующие последние четвертый урок который будет последним это уже будет как бы уже сама подготовка чтобы установить его этот файл установить стоят на сток там на депозит фотос или на шаттер сток или на фаталию это вот это как раз вся размерности что мы сделали она пройдет экзамен давайте до следующего урока урок четвертый и я уже покажу последние там уже оконечную остановку все этой установки всем пока удачи всем хорошего настроения всем пока удачи всем хорошего настроения